На землю спускаются тени, Мерцает звезда в вышине. Молитве склоняю колени, Бельбогом в ночной тишине. И детской молитвы внимая, Господь посылает покой. Пусть ночь за окном обнимает Просторы могучей рукой. И детской молитвы внимая, Господь посылает покой. Пусть ночь за окном обнимает Просторы могучей рукой. Ни страхи ночные, ни тени, Ничто не нарушит мой сон. Молитву мою без сомнения, Я верю, что слушает он. И детской молитвы внимая, Господь посылает покой. Пусть ночь за окном обнимает Просторы могучей рукой. И детской молитвы внимая, Господь посылает покой. Пусть ночь за окном обнимает Просторы могучей рукой. На землю спустились оттеней, Все мирно уснуло в тиши. Пред Богом склоняю колени, Во вятер ночной тишины. И детской молитвы внимая, Господь посылает покой. Пусть ночь за окном обнимает Просторы могучей рукой. И детской молитвы внимая, Господь посылает покой. Пусть ночь за окном обнимает Просторы могучей рукой. Субтитры подогнал «Симон» 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 И старший сын тогда ответил «Отец, твой сын Иосиф жив Одежда, что тогда в слезах И сделал так, чтобы все мы снова Вениамина взяв пришли Он встретил мягко нас потом И пригласившись всех в свой дом Он был наряжен так богато Что в нем узнать родного брата Мы не могли Но вдрожь нас бросил Когда на нашем языке он крикнул с болью «Я и Иосиф!» Сборчив ли отец? Скажите мне Отец, он плакал, как ребенок Мы не могли прийти в себя Наш брат Наместник фараона Рыдал, как малое дитя Как он смотрел на наши лица С какой радостью живой Отец, взгляни Вон колесницы Прислал он с нами за тобой Он ждет тебя И нас в столице Сын смокнул Совершив рассказ Что в сердце длинных фраз ходила сладостно и больно, Как нежный свет слепую тьму, И прозвучал ответ «Довольно, увижу сына и умру». Земля — свидетель этой встречи, Когда, наплакавшись вдвоем, водил отца, Обняв за плечи любимый сын в свой новый дом. От прежней скорби и разлуки у них один остался вздох, Одна лишь мысль в певучем звуке, Как ты велик и дивен Бог, И злой из памяти стирая вновь мир царил внутри семьи, На все лета, о чем вещая, гласит нам память в наши дни. Святыня древнего сказания земли и радость, и печаль, Что иногда внутри сознание волной души манит вдаль, Безмолвно говоря о том, что ждет нас необъятный дом За высотою небосвода, где Бог, Отец наш, даст свободу. Я вижу этот мир огромный и прекрасный, И небосвода шир, и день прозрачно ясный, С небес великий Бог глядит с любовью нежной, Он мне во всем помог, Он искупит тех грешных. Немного лет живу и очень мало знаю, Но вижу красоту, и Бога величаю, С небес великий Бог глядит с любовью нежной, Он мне во всем помог, Он искупит тех грешных. Благодарю Творца за помощь, где б я не был, За маму и отцов, за маму и отцов, и примит тех грешных. С небес великий Бог глядит с любовью нежной, Он мне во всем помог, Он искупит тех грешных. С небес великий Бог глядит с любовью нежной, Он мне во всем помог, Он искупит тех грешных. Да, отворятся все двери, И распахнутся широко все брата, И Господь во славе собойдет И сотворит вечерю с нами. Поспешите впустить его, Кто, кто войдет во славе, Господь всемогущий, Кто, кто войдет во славе, Господь всемогущий, Наш Господь. Да, отворятся двери, И распахнутся широко все брата, И войдет наш Господь, Он войдет, И Господь во славе, Сам войдет и войдет, Он войдет, И Господь во славе, Сам войдет. Кто, кто войдет во славе, Господь всемогущий, Кто, кто войдет во славе, Господь всемогущий, Наш Господь. Да, отворятся двери, И распахнутся широко все брата, И войдет наш Господь, Он войдет, И Господь во славе, Сам пойдет И пойдет Наш Господь Он пойдет И Господь ослабит Сам пойдет Он сотворит вечерю С нами Аминь 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 Я приветствую все собрания Божьих детей Собрания Церкви И всех, кто увлеченный Богом пришел на это место Приветствую вас Любовью и славой нашего Господа Иисуса Христа Слава нашему Господу Возможно, кто-то на это место пришел Как апостолы И слушать Премудрость глубокую Которая будет из уст Божьих произнесена Кто-то на этом месте Как Вартимей Услышав, что О великих и чудных делах Бога Которые творятся с людьми Являющиеся, может быть, его соседями Или его родственниками Там папой, мамой Дедушкой, бабушкой, братой, сестрой И он, увидев себя Что они изменились А я вот как В таком состоянии Как шлепой у обочины сижу И пришел сюда На это место И чует своим сердцем Что здесь живой Бог И как Вартимей сидит И кричит возле дороги Иисус, сын Давидов, помилуй меня И вы милость получите Слава Господу Кто-то пришел Как маленький мальчик Когда было большое собрание Людей И все внимательно слушали Иисуса И когда продолжительная речь Закончилась Ученики говорят Голодные все они Надо их как-то накормить Отпусти, чтобы поели Он говорит Нет, вы дайте им есть Что нам дать У нас ничего нету Вот есть тут один мальчик У которого там Несколько ячменных хлебов И несколько рыбок А там около пяти тысяч народу Несколько хлебов И несколько рыбок Ну вот дайте сюда Иисус это умножил И еще Насытились все И еще двенадцать коробов Собрали остатков Слава Господу И кто-то С такой Маленькой долей Своего Упования на Бога Пришел на это место Но силен Бог Умножить это так Чтобы хватило и на то Чтобы вы придя домой Еще поделились этим Упованием с другими Слава Господу Возлюбленные Мне трудно передать Тот восторг У меня таких слов нету В моем понимании В моем наборе Которые я переживаю На этом сердце И разделяю вместе с вами Когда слышу пение Этого маленького хора Который воспевает Богу славу Который Прислушание хора Который убеждает нас словами Что если мы Откроем двери своего сердца Туда войдет никто иной Как царь славы Слава нашему Господу И столько свидетелей Стоят и убеждают Что это аминь Столько свидетелей говорят Что это аминь Аминь это значит Истинно точно так По другому не будет Если ты откроешь Тайники своего сердца Свою надежду Свою веру Откроешь для Иисуса Христа Войдет туда Бог богов Господь господствующих Царь славы Которому имя Бог Есть любовь Слава Господу Не сомневайся пожалуйста На этом месте Тебя здесь не обманут И не обкрадут И никто твоего Здесь не возьмет Бог здесь даром Дает свою благодать Для твоего Жаждущего сердца Слава Господу Мы с вами понимаем Друзья Состояние Физической жажды Я постараюсь Несколько слов сказать И вы поймете Что да Это мне знакомо Когда человек Много работает Или поел чего-то соленого Ему пить хочется А вот допустим Доступа к воде Какое-то время нету Вспомните это состояние Пересохшие губы Сухая глотка Слюны не хватает Чтобы смочить там Язык прилипает к небу И кажется Все органы внутри Сохшие Слипаются И жизнь сейчас Кончится Мысли все путаются И начинается паника У человека Если он Продолжительное время Ищет воду Чтобы утолить Жажду А ее нет В холодильник Заглядывает К крану подошел Открыл Холодный И уже готов И горячий И бы напиться Но ее нет Переворачивая чайники Там свои Кастрюли Может где-то Что-то осталось Ее нет В кранах нет Возможно Где-то Произошла авария Там на трассе И сантехники Сбросили всю воду И вот Нету воды К соседям Бесполезно идти Потому что Это весь микрорайон Сейчас без воды Снег кушать Он не привык А жажда Его мучает И вот Начинается Такая паника И всем нам Эти симптомы Знакомы Правда? Знакомы Я один раз Как-то в жару Не поняв Вот этого Вразумления Что мне местные люди Говорили Что в жару Не надо Работать Сильно На солнцепеке Надо Либо утром Сеном заниматься Либо ближе к вечеру А я жара Думаю Я-то победить Смогу Эту работу И так Меня напекло Что Вся вода Которая была В организме Одежда Ее приняла А мне захотелось Пить Пить нечего Потому что поле кругом Я с собой не позаботился Запас взять воды Думал быстро победить работу Я вспомнил Что Под горой Тесет речка Таежная речка Но И я думаю Успею я до нее Добежать Пока не умру От жажды Все-таки 400 метров Я смогу преодолеть С горы тем более Собрав последние силы Я побежал С этой горы Вот в слове Божьем Написано в книге Иова Что Как раб Жаждет тени Вот такое вот состояние Я побежал С этой горы Прям одетый Забежал в реку Хотел сначала С ладошки попить Потом думаю Это будет долго И я наверное умру Пока буду черпать Я забежал в реку Встал Чтобы она была Посредине моего рта Просто открыл рот И она в меня затекала Мне так Я удовольствие получал Жажда уталяется Возлюблены Ну каждый по-своему Уталяет жажду Но Мы с вами теперь понимаем Что есть Состояние души Жаждущей Бога Если здесь я рассказал Так, а каждый свои симптомы Вспомнил То и Душа, жаждущая Бога Она тоже проявляет Определенные действия По которым видно Эта душа жаждет Бога Там постоянно Вспыльчивый характер Постоянно Злоба какая-то Недовольство Ропот Автобус не остановился Нас не взял Ах вы такие-сякие водители Протекла соседа вода Ух он на сосед такой Не смотрит за своим смесителем И много-много-много Постоянный ропот Недовольство Какая-то обиды И этими Грызут и грызут Сердце человека Расхищая его любовь Его способность прощать Миловать Это Постоянная Жадность И недовольство Куда расточаются Эти деньги Почему у меня все просят Эти внучки-сынки И дочки Все им Дай-дай Да когда вы насытитесь Понимаете И подобное сему Говорит о том Что эта душа жаждет Эта душа жаждет Бога И Бог Он говорит Что я и есть Тот самый источник Которому вы Придя Можете Утолить Жажду Своего духа Жажду Своего сердца Раздираемого Обидами Обескровленного Всякими Страстями И удовольствиями Которые Разграбили вас Я способен Утолить Вашу жажду Он говорил это Своему народу Еще до Христа Когда мы читаем С вами Сегодня вспоминалось Уже об этом состоянии Израильского народа При котором Пророк Исаия Пророчествовал И говорил к ним Здесь записано Об этом В 55 главе Жаждущие Идите все К водам Даже и вы У которых нет серебра Идите Покупайте Ешьте Идите Покупайте Без серебра Без платы Вино и молоко Для чего вам Отвешивать серебро За то что не хлеб Трудовое свое За то что не насыщает Послушайте меня Внимательно И вкушайте благо И душа ваша Насытится туком Преклоните ухо ваше И придите ко мне Послушайте И жива будет душа ваша И дам вам завет вечной Неизменной милости Слава Господу Бог говорит Ты со своим сердцем Не прячься И не забивайся в углы Обидами Какими-то нереальными планами Иди к Богу Хор сегодня убеждал в этом И детский и взрослый Бог войдет в твое сердце Утолит жажду твою Но если ты пойдешь Другими путями Не хватает мне Компьютер мало Утоляет мою жажду Пойду плазму куплю Метр на метр Размером Или два на два И буду сидеть И смотреть И жажда моего сердца Утолится Нет Яд отравы Яд отравы Бесовской Еще больше уязвит Твое уже больное И жаждущее сердце И никогда Твою жажду Не утолит Бог Есть источник Живой воды Аллилуйя Единственный Где каждый человек Может прийти И утолять Жажду своего духа Внимая его Слову И открывая Своё сердце Для благодати Которая явлена В Иисусе Христе Слава Господу Видя Что Люди Пришли На один праздник Для того Чтобы совершить Поклонение Богу И знаете Прошло уже Все время праздника Нужно было Восемь Семь дней праздновать Восьмой день Должен быть Торжественный Конец праздника Иисус Видя Что Люди уже Все Обряды Совершили Все сделали Как было Предписано По закону Моисееву Но он видел Что жажда Их сердец Не утолена И представьте Тот Который Не имея Ни вида Ни величия Ничем Не выделялся Особенным Из общей массы Людей Вдруг Стоит Посреди Всего этого Особо Религиозного Настроенного Народа И восклицает Громким Голосом Он просто Громко Закричал Об этом Иоанн записал В Евангелии Седьмой Главе Я читаю С тридцать седьмого Стиха В последний же Великий день Праздника Стоял Иисус И возгласил Говоря Кто жаждет Иди ко мне И пей Кто верует В меня У того Как сказано В Писании Из чрева Потекут реки Воды живой Это сказал он О духе Которого имели Принять верующие В него Ибо еще не было На них Духа Святого Потому что Иисус Еще не был Прославлен Он стал И увидев Что эти люди Назанимались Уже всеми Религиозными Упражнениями Может быть Имели Очень благочестивый Вид Привели себя В такой порядок Внешне Что не придерешься Не придерешься Ни к чему Все Самые религиозные И прям Вот отчетливо Это видно По виду Но они не имели Своему сердцу Внутреннего Утоления Оставались В тех же Обидах Оставались В тех же Претензиях В каких-то Разногласиях В каких-то Раздорах Ссорах В гневе Иисус это видел Потому что Он Бог Он сердцеведец Слава Господу Я отступлю Чуть-чуть И напомню Почему он видел И еще одно Подтверждение Помните Друзья В 8 главе В следующей Написано Что к Иисусу Привели Одну женщину Которую застали В прелюбодеянин И те Которые Религиозные Очень Стояли И уже у них В руках Были камни Они были готовы Побить ее Камнями Как положено По закону Моисееву Но почему-то Второго Они не привели И его тоже И его тоже Нужно было Побить Они про него Где-то Забыли Но вот ее Они привели Моисей сказал Побить камнями А ты что Скажешь А он Говорит Кто из вас Без греха Пусть на нее Первый кинет Камень И дальше Чертит Что-то На земле Поднимает Глаза Через некоторое Время Кроме ее Никого Больше нет Начали Уходить Начиная Со старших Будучи Обличаемы Совести своей И ушли Все Которые хотели Казнить А теперь Он говорит И я Не осуждаю Тебя Иди И впредь Не греши Откуда ты Иисус Увидел Что это Сердце Каялось Она ни Звука Не произнесла Он Видя Сердцеведец От которого Не скрыто Ничего Он Видел Это сердце Которое Уже Поняло Ужас Этого Греха И приняло Решение Больше Никогда В жизни К этому Не возвращаться Иисус Оценив Это покаяние Он сказал Я тебя Не сужу Иди И впредь Не греши Слава Господу И здесь Иисус Видя Все эти Религиозные Упражнения Увидел 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 Иисус Иисус Сердца Нас Нас Иисус Иисус Входя Открой Плачу Иисус 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 Лишь Лишь К лучшему Другу Взывать Бог Научает Как Прежде Больше Христу Доверять Ведь Он Дал Мне Крылья Птицы Чтоб От Бури Улететь От Предательства Укрыться Чтобы Снова Мог Я Петь Чтобы Снова Мог Я Петь Ведь Он Дал Мне Крылья Птицы Чтоб От Бури Улететь От Предательства Укрыться Чтобы Снова Мог Я Петь Чтобы Снова Мог Я Петь Мог 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 Солнце встает и на землю тепло Бьется в свет Божий дар людям добрым и злым Сердцу молитветом, духом наполнится Словом святым и живым Не бы только всегда, Господь мой Быть поближе к Тебе Слышать голос Твой, видеть свет Твой Стать усердным в мольбе В море проблем каждый день погружается Хочет меня в суету окружить Но я свободен, а мир зря старается Не помешать мне лежит Не бы только всегда, Господь мой Быть поближе к Тебе Слышать голос Твой, видеть свет Твой Стать усердным в мольбе Радостно сердцу в нем песни слагаются Песни о том, что родился я вновь В духе моем навсегда поселяется Вера, надежда, любовь Не бы только всегда, Господь мой Быть поближе к Тебе Слышать голос Твой, видеть свет Твой Слышать голос Твой, видеть свет Твой Стать усердным в мольбе Духовы производящий Радость сердца обновит Ты мне дал горы, нет лень, я дал богатство в небесах. Нет цене приобретелья, нет в мире лучших варь. Удай верность, дай радость, дай в обильной мере сладость, светом неба облагай. Понимал я согрешенье, ты за мне мне все предай. Дай, чтоб радостью прощенья я ины не трепетал. Полный радость и спасенья я хочу спасать других. Дай мне радость обретенья душ погибших не живых. Песня. 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 Вечное блаженство, когда и я с усердием моля, Твоей любви увижу совершенство, мы будем вместе петь, Тебя хваля. Я прикоснулся вновь к Тебе, мой Бог, мой Царь-Отец, И я не смог перетерпеть жить без Тебя, Творец. Я жаждал так любви Твоей и Твоего тепла, О, мой Господь, моя душа, Тобой мой Бог полна. О, как же Ты велик, мой Бог, как же Ты велик, склоняюсь у Твоих. Из раненых святых янов, О, как же Ты велик, о, как же Ты велик, мой Бог, склоняюсь у Твоих. Из раненых янов, Я не смогу забыть тот миг, Когда нашел Тебя, Когда услышал души крик, Сошел с небес к скорбям. О, Господи, скажи, кто я, Ну, кто я пред Тобой, Что Ты сошел с небес любя, И дал испить воды живой. О, как же Ты велик, мой Бог, Как же Ты велик, склоняюсь у Твоих. Из раненых святых янов, О, как же Ты велик, о, как же Ты велик, мой Бог, Склоняюсь у Твоих. Из раненых янов, О, как же Ты велик, склоняюсь у Твоих. Из раненых святых янов, О, как же Ты велик, о, как же Ты велик, Мой Бог, склоняюсь у Твоих. Из раненых янов, О, как же Ты велик, о, как же Ты велик, Счастье в мире долго-долго я искал, И во тьме греховной жизни я блуждал. Но теперь я исцелен, От греха освобожден, Иисусом мир мне в сердце во дворе. О, как я рад, Иисусом я спасен, Меня Он искупил, грехи мои просил. О, как я рад, Я им освобожден, Я буду с Иисусом навеки там, где Он. Кровь свою Сын Божий за меня пролил, Бесконечную любовью возлюбил. Имя чудное Христа не забуду никогда, Лишь о нем теперь звучит хвала моя. О, как я рад, Иисусом я спасен, Меня Он искупил, грехи мои просил. О, как я рад, Я им освобожден, Я буду с Иисусом навеки там, где Он. Жизнь свою хочу Иисусу посвятить, Каждый день и каждый миг Ему служить. Я свою юность и весну на алтарь Ему несу, И за Ним я по следам Его пойду. О, как я рад, Я им освобожден, Я буду с Иисусом навеки там, где Он. О, как я рад, Я им освобожден, Я буду с Иисусом навеки там, где Он. 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 Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аллилуйя! 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 Я думаю, что сегодня каждый что-то для себя получает от Господа, какое-то назидание, кто-то, может быть, получает и какое-то обличение, кто-то утешение, кто-то получит для себя укрепление или подтверждение в каких-то вопросах своей жизни. И это живое слово, которое всегда может животворить, научать нас, которое всегда научает нас полезному. Вы знаете, порой меня спрашивают люди неверующие, которые давно меня знают, это на моей работе, говорят, ну сколько можно читать эту Библию? Ну сколько можно читать? Всем нам даже улыбка выступает, да ну сколько можно читать? И в их понимании так, ну прочитал книгу, закрыл ее и положил на полку. Но Библия – это не человеческая книга, она написана по вдохновению от Духа Святого людьми, но это слово живого Бога. И один человек свидетельствовал, говорил, что больше 900 с чем-то раз прочитал Библию от корки до корки. И он говорит, каждый раз я открываю как новую. Потому Библия – это неисчерпаемый источник, потому будем вникать в него, черпать из него, потому что это основание нашей веры. И мне сегодня хотелось бы поговорить с вами на одну такую тему, один такой момент, немаловажный, из нашей жизни. Мы все понимаем, что время, которое мы имеем, оно очень ценно. И мы все с этим согласны, но мы должны согласиться тем, что мы не всегда им ценим. И знаете, порой мы бываем очень расточительны во времени, да, когда нам кажется, у нас его очень много. И в какой-то момент мы можем сказать, что времени недостаточно, вот кто бы мне его еще бы прибавил, да, а у меня его совершенно уже нету на исполнение каких-то дел. Вот так бывает, когда кто-то готовится к экзамену и думает, ну еще бы денек, ну еще бы мне, вот еще бы мне почитать, еще бы мне поучить, еще бы мне вот это бы узнать бы, а уже все, завтра уже экзамен. И вы знаете, и порой мы так в жизни бываем беспечны, кажется, ну экзамен жизненный еще далеко, вот, да, но все мы прекрасно понимаем и имеем такие свидетельства, что жизнь человека в любой момент может прекратить свое существование, остановиться и тогда всем, что ты имел, как время пользовал, как употреблял его, с тем и придешь и предстанешь пред Господом. И очень важно, что мы с вами были благоразумны, когда мы имеем время, которое нам дает Господь. И сегодня мы уже слышали, и знаете, есть одна такая фраза, в доме одних верующих было записано, когда было время тяжкое, трудное, и там висела фраза «не всегда так будет». И дети заходили, знаете, голодные, порой униженные, приходя со школы, и не всегда родители были дома, но они смотрели на эту фразу и утешались, и, знаете, сами себе говорили, ну не всегда так будет, будет лучше. Пришло время, стало лучше, дети выросли, никто их не обижает, пришло время свободы, они еще стали лучше жить, да? И они говорят папе, папа, снимай эту фразу, она нам больше не нужна. А папа им говорит, не всегда так будет. Потому время меняется. Есть время, когда и скорби, есть время, когда и благоденствие, но и тому, и другому может прийти в любой момент конец. И мы должны понимать, что время – это бесценный Божий дар. Экклесиаст в 8 главе, 5 стихом пишет такие слова. «Сердце мудрого знает время и устав». Вот сердце мудрое, оно знает время. Оно знает, как им пользоваться и как его правильно расходовать. И также Экклесиаст в 3 главе, 1 стихом, пишет такие слова. Есть там такая фраза, которая нам кажется, это наша обыденная фраза, и чуть ли не мы ее придумали, да? Не среди народа она родилась. Там есть такие слова. «Всему свое время». Это сказал Экклесиаст. И также в послании апостола Павла к Эвсянам, в 5 главе, мы можем прочитать такие слова, которые также говорят нам о важности времени. Итак, смотрите. «Поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, а мудрость чем, дорожа временем, потому что дни лукавы». «Дорожа временем, потому что дни лукавы». Ну, лукавый – это что, естественно, день не может быть хитрым, да? Как в нашем понимании лукавство. А что, другими словами, он изменчивый. «Сегодня вот такое, а завтра он другой». Изменился день, что-то поменялось, вот. И мы должны дорожить временем. И первое, на что бы я хотел обратить внимание, чтобы нам правильно использовать наше время, нам правильно им пользоваться, мы должны планировать время заранее. Планировать время заранее, чтобы не быть праздными. В притче 12 глава 11 стих говорит такие слова. «Кто подражает праздным, тот насытится нищетою». Кто подражает праздным. Мы знаем одного человека из Библии, печальная полоса его жизни. Это Давид, который, значит, в то время, когда всегда народ ходил на войну, противостоял в определенное время врагам своим, да? И, Слово Божие говорит, в то время ходили на войну. И нужно было идти на войну. Это было запланировано. Это было в плане, значит, таких военных дел. Но он послал своего военачальника. «Ты иди, воюй, а я останусь дома». И он никакой себе цели не поставил. Для чего он остался? С какой целью он это сделал? Он просто, знаете, как мы порой говорим, «Ну, хочу отдохнуть, хочу полежать, хочу походить, да, отгул сделать себе. Знаете, вот отпуск себе назначил такой. Но отпуск, мы понимаем, мы можем от основной работы назначить. А человек назначил себе духовный отпуск. От всего освободился он. Все, теперь он от всего свободен. И думает, все у него стало прекрасно и хорошо. И это было началом его падения. Это было началом его падения. Мы знаем, что история пошла дальше. Он согрешил. И необходимо было потом уже каяться пред Господом. И он понес наказание за свой неправильный поступок. И очень важно, дорогие друзья, чтобы мы заранее планировали, что мы хотим. Господи, к чему мы стремимся? Мы должны распределять свое время. Если мы живем совершенно не думая, что мы делать дальше будем, к чему мы стремимся, то мы будем проводить время порой беспечно. Порой беспечно. И в притче 10 глава 5 стих говорит такие слова. Спящий во время жатвы сын беспутный. Беспутный сын, который спит во время жатвы. А Христос сказал такие слова. Я думаю, что вы согласитесь с этой фразой, которую сказал Христос, говорит Слово Божие. Он говорит, время жатвы. А Писание говорит, спящий во время жатвы сын беспутный. А Писание говорит, время жатвы, время труда для Господа, время посвящать себя Богу, служить Богу. Второе, о чем бы я хотел обратить наше внимание, мы должны различать, что важнее и не суетиться. То есть ставить самое важное наперед. И мы с вами благочестивые христиане, мы понимаем, что же нужно поставить наперед. Господа, правильно говорите, но в жизни не всегда так. И все мы понимаем, что день мы начинать должны с молитвы, с общения с Богом. И все мы тоже это понимаем. Но не всегда мы это делаем. И сегодня слово ко мне и к тебе, дорогой брат и сестра, чтобы мы более серьезно относились к нашему служению Господу. Важное на первом месте молитва, Слово Божье, служение, труд. Апостол Павел во втором послании к Евсянам в третьей главе, одиннадцатым стихом, пишет такие слова. Некоторые у вас, я читаю только некоторые там фразы из этого стиха, некоторые у вас ничего не делают, а суетятся. Они делают вид, что они что-то делают, но они ничего не делают. Можно делать вид, знаете, так вот движения какие-то создавать, воздух вокруг колебать, но ничего полезного не делать. И в Матфея, шестая глава, тридцать третий стих, сам Христос сказал такие слова. К чему мы с вами должны стремиться? Прежде всего, эта фраза многим нам известная, я напоминаю ее, ищите же прежде царствие Божие и правды Его, и остальное все вам приложится. А вот это основание нашей веры. Мы думаем наоборот, Господи, ну не знаю, приложится ли, не приложится. Сначала я своими делами займусь, а потом, Господи, найду время, к тебе помолюсь, к тебе обращусь там, найду возможность, посещу собрание, не будет возможности, значит, отложу на следующую неделю, и так далее, и так далее, и так далее. Писание говорит, ищите прежде царствие Божие и правды Его, и остальное, о чем даже мы не помышляем, и не думаем, о чем даже, может быть, мы не попрошали к Богу, будет нам, дорогие друзья. Потому что мы ходим пред живым Богом. Кто себя посвящает Богу, тот видит чудеса Божьи в своей жизни. Нам приятно читать о людях, которые видят чудеса. Нам приятно общаться с такими людьми, слышать от них какие-то свидетельства. И кто-то, может, даже сам себе скажет, мне бы так. Вот мне бы чудеса испытывать, вот Бог меня руководит, Бог меня ведет, отвечает, помогает, такую особую милость являет. Все очень просто. Ищи прежде царствие Божие. Поставь Бога на первое место, ты будешь видеть чудеса Божьи в своей жизни. Перевернешь, наоборот, чудес не будет. Не будет чудес. У Бога свой порядок. Третье, на что бы я хотел обратить внимание, отводить время для домашних обязанностей. Это относится ко всем нам. И к молодым, и к более зрелом возрасте, пожилым, уделять время домашним обязанностям. Порой молодые люди говорят так. Мама, я в церковь, у меня там спевка сегодня, у меня там служение там сегодня, у меня то и то. А ты посуду помыла? Мама, нужно прежде Богу служить. Посуда, это не важно, это второстепенное дело. Это земное, это плотское вообще, да? И так далее, и так далее. И мы намного так можем думать. Я Богу буду служить. А это все, знаете, как один брат пришел, братский совет и говорит, братья, я хочу трудиться в Африке. И там пошлите меня, там благословите меня, там снабдите меня. Он говорит, брат, у тебя дома джунгли. Понимаете как? Потом могут дома быть джунгли, а мы хотим где-то кого-то ехать спасать. Я не умоляю, нисколько вопрос служения, служить Богу надо. И это ценно и важно. Но домашние вопросы мы не можем оставлять. Мы знаем, насколько Господь серьезно обращает на это внимание, когда говорит даже о служителях, если он не печется о домашних своих, будет ли он печиться церкви Божьей? Ну, будет ли? Если там, где его никто не видит, там, где никто не прославляет его служение, никто не смотрит ему, не следит за ним, как он же говорит и так далее, если он там не делает, если дома он не свет, ну, будет ли он свет в церкви? Потому очень важно нам понимать, что служение наше Богу не только здесь, не только там, где нас видят наши братья и сестры, не там, где нам это нравится, а служение там, около плиты, как уже сестры подсказывают, да, около раковины с тряпкой, значит, полыть помы, полыть полы и так далее, и так далее, да, то это все наши дела, это наш свет, это наше служение. И мудрый человек, брат или сестра, он сначала все это сделает, а потом уйдет на служение, и Бог во всем даст успех, и даст благословение, праведник, он везде успеет, руководствуемся этим словом, живем им, мы никогда никуда не отступим, да благословит нас Господь. И также хотелось бы обратить наше внимание, что мы должны, это четвертый пункт, знать время, когда сказать, и когда промолчать. Нужно тоже знать время, правда? А то часто мы можем спешить нашим языком и быстро-быстро высказывать все, что у нас там есть, сказать нашему ближнему. Смотрим ближнего, уже голова ниже плеч, ему уже тяжело слушать наше высказывание, а мы все готовы высказывать, и высказывать, и высказывать, да? Знать время, когда сказать, а когда промолчать, чтобы слова наши были благословением нашим ближним, а не бичом, от которого уже не знают, куда укрыться, и какую спину повернуть, или какую сторону повернуть, которая еще не битая, чтобы наши слова приносили благодать слушающим. И где-то, может быть, нужно и промолчать, хочется, стисни зубки, и скажи, нет, как бы мне не хотелось, я не буду сейчас говорить, в моем сердце такой непокой. Знаете, я пережил такой интересный момент, я его неоднократно переживаю. Знаете, когда дома происходит какой-то инцидент с детьми, ну, мы понимаем, что дети бывают непослушны, и это бывает не редкость. И они выводят из себя маму, и воспаляют круг жизни вокруг, значит, себя, и в этот, если момент, где-то супруга подойдет и скажет, вот они там, что делают, там все, я иду, у меня там внутри все поднялось, все, я там навожу порядок. А потом разбираюсь, как я его правильно навел, и кого я обидел, может быть, да, у кого надо прощения просить, и так далее. Другой момент. Значит, если она сказала мне по телефону, я доеду до дома, пока решу этот вопрос. Пока я доехал до дома, мое сердце успокоилось, пришло в Божий мир, я думаю, так, я вот так вот решу этот вопрос, так, давайте, друзья, помолимся, порешаем спокойно все, и смотришь, и все решилось, все управилось, думаю, Господи, вот как бы самим нам это регулировать, не чтобы не только телефонная трубка или расстояние нас регулировало, но чтобы мы себя регулировали, чтобы не спешили возмущаться, не спешили выпаливать, а успокоились, и когда мы успокоимся, тогда мы поймем, как поступить. У нас мудрость придет, благоразумие придет, оказывается, в молчание приходит благоразумие, и мудрость в наших поступках. И последнее, на что бы я хотел обратить внимание, а, и к этому месту, значит, к этому пункту, экклесиастам, 3 глава, 7 стих говорит, время молчать, и время говорить. И последний пункт, время труда для Господа. В первом послании Петра, мы читаем с вами, это место священного писания, в первом послании Петра, 4 глава, 10 стих. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божией. И мы все должны понимать, что мы должны быть тружениками на Ниве Господней. Каждый в своем уделе. Я нисколько не умоляю тех людей, которые сегодня, нет сегодня с нами на служении, потому что они, может быть, на одре болезни, или по немощи, не могут быть. Но это могут быть очень сильные труженики, когда они вмолятся за тех, кто сегодня стоит впереди. Или те, кто, может быть, на периферии, где-то трудятся, куда-то поехали. Они молятся, и эти молитвы, я так скажу, совершают большую часть служения. Приходит Божье благословение. Это одна сторона. И все, кто имеет силы и способности, должны торатить не только на удовлетворение своих нужд, но трудиться для Господа. И каждый сам себе должен задать вопрос, «Господи, а чем я могу потрудиться для Тебя?» Использовать это время, благоразумно принося Богу добрый плод в жизни нашей. И мы помолимся об этом Господу, чтобы Бог благословил нас правильно распоряжаться временем, Его планировать, чтобы нам выделять, что важное, а что второстепенное, чтобы нам заниматься и домашними нашими заботами, служить и светить нашему дому, чтобы мы были мудры в наших словах и речах, и чтобы мы верно трудились для Господа. Будем... Субтитры создавал DimaTorzok